любит. Потому что любить, это значит делать ради тех, кого любишь. Любить это не значит, что это тебе только нравится, но воистину приносить жертву ради своей любви. Тогда, когда тебе не хочется, когда твоя плоть не хочет, но дух твой говорит, совершай, иди совершай. Когда мысли твои, привнесенные миром, противятся, говоря, да будет ли тебе от этого польза, вопрошай к Отцу своему небесному и спрашивай, Боже, есть ли на то твоя воля? Если есть, будь уверен, что Бог с тобою. А если Бог с тобой, кто способен противостоять Ему? Дорогой Господь, благодарим тебя за все, что ты совершил и сделал. За то, что ты помнишь нас, Господь. Не дай же нам забыть слов твоих, на учений твоих, дел твоих. Не дай нам оставить общение с тобой и уклониться с пути праведного Господа. Ты сделал все и совершил все ради избранных твоих. Господи, Господи, на тебя надеемся и на тебя уповаем, и да будет милость твоя на нас вовек. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Воистину, самая, я бы сказал, насущная тема христианства, эта тема, помнит ли Бог меня? Знает ли Бог меня? Очень часто, когда христианин согрешает, когда христианин падает, и сразу же приходит сомнение, сразу же приходит неверие в том, что все, Бог теперь отвернулся от меня, Бог теперь забыл меня. Почему? Потому что я согрешил, или я упал, или я что-то сделал. Вы знаете, последние стихи в Евангелии от Матфея, если вы можете, откройте 28 главу Евангелия от Матфея, и вот последние стихи, последние слова, которые Иисус сказал, Он сказал так, «И сея с вами во все дни до скончания века». Вы читали эти слова? Иисус говорит, «Я с вами во все дни до скончания века». Это обещание, которое Бог соблюдает, которое Бог помнит. Потому что Иисус сказал, придут небо и земля, но слова мои не придут. Иисус бодрствует над своим словом. И поэтому очень важно каждому верующему человеку знать то, что Бог остается на нашей стороне. Давид говорит о праведнике, что праведник семь раз упадет, и что дальше сделает? Встанет. Вы знаете, не тот праведник, я подчеркиваю, не тот праведник, который падает, но тот праведник, который встает. Что бы ни случилось в жизни, какое бы падение ни случилось, это тот, кто встает. Я думаю, что люди старшего поколения, они помнят такую игрушку, которая когда-то в Советском Союзе продавалась. Ее в народе просто называли «Ванька-встанька», да? Кто-то помнит? Что с этой игрушкой не делай, она всегда остается в вертикальном положении. Ты ее положи спать, она встает, опять стоит и смотрит на всех. Ты ее переверни головой вниз, она все равно опять встанет. Это символ праведника. Что бы в его жизни ни случилось, он встает. Почему? Потому что он знает, что Господь остается на его стороне. В то время, когда мы пришли к Господу, Господь принял нас, Он назвал нас своими детьми, и, естественно, Он не постеснялся назвать себя нашим отцом. Он говорит, вы мои дети, и я ваш отец. И поэтому Иисус по просьбе учеников, когда учил их молиться, первыми словами в молитве, Он сказал, молитесь же так. Кто помнит как? Отче наш, отец мой. То есть, когда вы обращаетесь, не молитесь, как прочие люди. Боже, если ты есть, Он говорит, молитесь же так. Отец мой. Если вы в общем молитесь, Отче наш, который находится на небесах, это самое величайшее благословение, это самая сильная крыша, которая покрывает каждого верующего Бога человека. Отец, который находится на небесах, Он является твоим и моим Отцом. И поэтому я сегодня не поощряю кого-то, греши, делай все, что угодно, Бог на твоей стороне. Нет, я не об этом говорю. Я сегодня говорю о том, что мы должны жить свято. Но если в нашей жизни что-то случается, Иоанн говорит, все мы много согрешаем, но. При этом, но, Он добавляет, мы имеем ходатая Иисуса Христа. Он ходатайствует за нас. И знаете, о чем ходатайствует? Он ходатайствует о том, чтобы враг нас не сеял, как пшеницу. Он ходатайствует о том, чтобы ты и я, чтобы мы не согрешали. Не просто не грешили, но чтобы мы не согрешали. Это ходатайство Господа Иисуса Христа перед небесным Отцом. Однажды, беседуя с Петром, он сказал, Петр, Петр, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Вы представляете? Я иногда читаю или вспоминаю это слово, и мое сердце просто наполняется Божьей любовью. Господи, насколько тебе дороги люди, которые практически не хотят служить тебе, которые не ценят тобой. Насколько эти люди дороги тебе, ты обращаешься к Петру и говоришь, Петр, я молился о тебе, чтобы твоя вера не оскудела, и чтобы ты, возвратившись, укрепил твоих братьев. Аллелуя! Действительно, Бог заботится, печется и помнит каждого из нас. Для тех, кто был в прошлое воскресенье в служении, у нас здесь трудился брат Джордж и сестра Бекки Гилмор, прекрасные Божьи служители. И я хочу вернуть вас к тем словам, которые напомнила Бекки. Она прочитала место из Исаии, где Господь говорит, забудет ли мать свое грудное дитя? Забудет ли мать? Но даже, Господь говорит, если и мать забудет, то я никогда. Я тебя не забуду никогда. Почему? Он говорит, на моих долонях, на моих дланях я начертал тебя. На украинском языке это звучит, на долонях своих тебе вырезьбыв я. То есть, резцом, которым вырезают в дереве какие-то фигуры, этим резцом вырезано твое и мое имя на дланях Иисуса Христа. И естественно, показывая это, он говорит, что я никогда тебя не забуду. У кого-то из вас есть хотя бы небольшой шрам на руке? Есть у кого-то? Есть, да? У меня тоже есть небольшой шрам на руке. И каждый раз, когда я мою руки, я вижу мой шрам, в моем разуме всплывает картина, когда и как это произошло. Я не могу забыть тот момент, когда этот шрам появился у меня на руке. Вы представляете, каждый раз, когда Иисус начинает ходатайствовать, а Он никогда не останавливается в ходатайстве, а каждым из нас перед Ним Его ладони. И Он видит Свои раны, и Он понимает, и Он знает, в этих ранах твое и мое имя. В этих ранах ты и я. В этих ранах твое и мое искупление. И каждый раз, каждый раз Он напоминает твое имя перед Отцом Небесным. Ты падаешь, ты спотыкаешься, в твоей жизни приходят сомнения, в твоей жизни приходят проблемы. И Иисус стоит перед Небесным Отцом, и Он просит, Отец, я умоляю тебя, пожалуйста, благослови Марию. Отец, я умоляю тебя, пожалуйста, поддерживай Петра. Отец, я умоляю тебя, пожалуйста, благослови Николая. Он ходатайствует. И Он говорит, Отец, за этих людей я умирал. Отец, за этих людей остались раны на моих руках. Отец, за этих людей я истекал кровью. Отец, за этих людей я оставил свою жизнь. Отец, ради этих людей я воскрес. Отец, ради этих людей я вошел во святилище не с кровью тельцов и овнов, но со своей собственной кровью. Отец, я наполнил чашу своей собственной кровью, чтобы этой кровью запечатать Новый Завет. Отец, я прошу тебя, благослови. Отец, я прошу тебя, дай силы. Отец, я прошу тебя, держи. И поэтому я сегодня хочу сказать тебе, в жизни случается все, но ты должен помнить, Иисус на твоей стороне. Иисус продолжает любить тебя. Иисус продолжает молиться и ходатайствовать за тебя, потому что о нем сказано, что Он есть ходатай Нового Завета. Что значит ходатай Нового Завета? Это тот, который стоит в проломе за тебя и меня. Однажды Бог, обращаясь к своему народу, Он говорит, я искал человека, который бы построил стену и стал в проломе за народ мой, но я не нашел. Благодари сегодня Господа, что в Новом Завете Господь нашел этого человека, который сказал, вот я, пошли меня. Я пойду и совершу волю твою, Отец. Я пойду, я построю стену. Отец, я пойду, я сооружу огромный вал вокруг моих детей. Отец, я стану в проломе. Я буду ходатайом Нового Завета, Отец, даже если они перестанут молиться, я буду продолжать молиться и ходатайствовать за них. Это дает тебе и мне уверенность в том, что я не зря пришел к Господу. Я не зря пришел в Царство Божье. Когда Бог открыл мне эту возможность, Он дал эту возможность не для того, чтобы однажды в конце моей жизни просто насмеяться надо мной и сказать, уйди, негодный раб. Ты никому не нужен. Ты ни на что не способен. Нет, 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 нет. Совершенно не для этого. Бог продолжает работать в твоей жизни до последнего дыхания твоей жизни. И его цель – это то, о чем проповедовал брат Джордж у прошлого воскресения. Его цель – дать тебе будущность и надежду. Это его цель. Цель дьявола – вернуть тебя в прошлое и сказать, напомнить тебе, ты помнишь, какой ты был, ты помнишь, сколько ты сделал, ты помнишь, сколько ты нагрешил, неужели ты думаешь, Бог примет тебя, неужели ты думаешь, Бог просит тебя за все, что ты делал, ты же уже был верующим человеком, ты уже многие вещи делал, и вдруг ты такое совершил, Бог никогда не просит тебя, заткнись где-нибудь, запрячься где-нибудь, уйди куда-нибудь, не ходи в церковь, не общайся с верующим, потому что ты никому не нужен. Это цель дьявола – посадить тебя, извините за выражение, ниже плинтуса. Но цель Господа – поднять тебя на его высоту. Поэтому Бог обещает тебе и мне будущность и надежду. Он – Господь будущего. И будущность, она заканчивается в небесах и заканчивается вечной жизнью. Я знаю, что многие из присутствующих здесь, они не увидят смерти. Кто-то может сказать на это? Амин. Есть люди, которые в это верят? Нет, 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 я не пугаю никого. Я просто хочу сказать, что Господь Иисус придет очень скоро. Он придет прежде всего для того, чтобы взять свою церковь. Он придет для того, чтобы соединиться и сочетаться со своей церковью. И последние две проповеди, которые я проповедовал, если вы помните, я как раз говорил о том, что церковь придет на встречу со Христом без пятна и без порока. Без пятна и без порока. Так написано в Слове Божьем в послании к Ефесянам. Именно такую церковь Иисус возьмет к себе. Именно с такой церковью Он сочетается. Именно ради этого сегодня Дух Святой трудится здесь на земле, трудится в церкви, трудится в твоей и моей жизни, чтобы очистить и убелить, чтобы провести через баню водную, через Слово Свое, чтобы вести водную сауну, отпарить тебя и меня в Слове Божьем, чтобы действительно мы были чистыми. И мы могли встретиться с Ним. Это Его цель. Он никогда не преследует цель, чтобы уничижить тебя или же уничтожить тебя. Иисус умер для того, чтобы дать спасение каждому верующему человеку. Я знаю, что каждый из вас знает наизусть место Писания, Иоанна 3,16. Настолько Бог возлюбил мир, что Он отдал Сына Своего. Для чего? Чтобы всякий верующий в Него что? Не погиб. Повторите еще? Еще? Эмэн! Чтобы всякий верующий в Него не погиб. Кто из вас верит в Иисуса Христа? Аллилуйя! Вот ради этого Иисус пришел. Ради этого Иисус пришел, чтобы верующий в Иисуса Христа не погиб. А что дальше? Говорит Иисус. Имел вечную жизнь. Кто? Верующий человек. Эмэн! 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 Вот посмотрите, в чем заключается Божья любовь. В чем заключается? Он отдал Иисуса Своего Сына в этот мир. Он умер. И представьте, Он умер не своей смертью. Он умер моей и твоей смертью. Почему? Потому что Писание говорит, Божья справедливость говорит, возмездие за грех, то есть плата за грех, смерть. Это единственное, чем отплачивается грех. Человек согрешил, должна совершиться смерть. Поэтому в Ветхом Завете Бог, чтобы пощадить человека, Бог положил в своем плане умерщвлять животных. И поэтому, когда человек согрешал, ему нужно было везти животного, и животное умирало за его грех. Человек окроплялся кровью животного и объявлялся свободным. То есть грех его покрывался. Но когда Иисус пришел в этот мир, Он взял на Себя все твои и мои грехи, те, которые мы уже совершили, и те, которые мы еще завтра совершим. Молитесь, чтобы этого не было. Он взял на Себя все грехи всего мира, все проклятия всего мира. Кто-то спрашивает, а может ли Бог простить убийство? Я молился с теми людьми, которые в свое время лишали жизни других людей. И Бог прощал. И Бог принимал их в свое царство. Потому что эти люди не знали, что они делают. Иисус молился о людях, которые распинали Его. И Он говорил, Отче, прости им, ибо они не знают, что делают. Тем самым Иисус показал, что те люди, которые в неведении совершают какие-то грехи, Бог говорит, Я готов их простить. Я готов их простить. Поэтому Иисус, Он умер не своей смертью. Он умер твоей и моей смертью. Почему? Потому что за мои грехи Я должен был умереть, и умереть десятки тысяч раз. Но это сделал Иисус. Как ты получил прощение, можете спросить вы. Я получил прощение через жертву Иисуса Христа. Однажды, когда Слово Божие коснулось мое сердце, я склонился перед Ним и сказал, Иисус, я верю, что Ты умер за меня. А я верю, что Ты умер за все мои грехи, и сегодня я принимаю Твою жертву. Я принимаю Тебя. Пожалуйста, войди в мое сердце. Пожалуйста, прости меня. Пожалуйста, очисти меня. И сделай меня совершенно новым человеком. И это то, что произошло в моей жизни. Дима сегодня спросил, вернее, напомнил, спросил каждого из нас, день Твоего обращения к Богу, ты помнишь во всех деталях. Я никогда не забуду 1972 год, когда я пришел к Господу в сентябре месяце. Я никогда не забуду этот день. Мне еще не было 16 лет, но Господь коснулся моего сердца. Как я благодарен Богу, что это произошло именно тогда, потому что позже уже было бы поздно. Друзья мои, у нас была команда, где-то человек 8 ребят. Мы творили чудеса того времени. Это были сильные чудеса, так как мы жили рядышком с трассой Москва-Симферополь в Крыму. Было много возможностей для различных чудес, и мы эти чудеса творили. Знаете, чуть позже, я уже об этом рассказывал, я вернулся туда, где я жил, где я возрастал. Ни одного из моих друзей в живых уже нет. Ни одного. И я думаю, что для меня было бы поздно. Но я благодарен Господу, что в том возрасте Господь коснулся моего сердца. Я благодарен Господу, что в том возрасте Иисус нашел меня и просил меня, что в том возрасте Иисус, Он имел силу преобразовать мою жизнь и сделать меня новым творением. Я благодарен Ему, что на протяжении всей жизни, что бы ни происходило в моей жизни, Он никогда ни на одно мгновение не оставлял меня. Иногда мне казалось, что я остался один. Иногда мне казалось, что нет рядом никого. Я не чувствую ничего физическими силами. Но я видел, что все, что происходило в моей жизни, это было чудо Господа Иисуса Христа. Пусть Бог сегодня благословит и коснется каждого сердца. Может быть, кто-то сегодня в сомнении. Я уверен, Дух Святой дает слово не просто так. Может быть, иногда одному человеку нужно то слово, которое Бог положил сегодня в сердце Димы. Может быть, одному, может быть, нескольким человекам нужно было это слово. Бог не забыл тебя. Бог не забыл тебя. Бог не забыл тебя. Он помнит тебя. Он помнит твое имя. Он помнит день, когда ты обратился к Нему. И Он говорит, я продолжаю молиться и ходатайствовать за тебя перед Отцом Небесным. И я жду, когда ты повернешься ко мне и скажешь, Иисус, я здесь. Иисус, я здесь. Иисус, я здесь. И я остаюсь с тобой. Я хочу всех вас призвать к молитве. Давайте мы все встанем. Просто склоните ваши головы. Я хочу сейчас обратиться к каждому сердцу. Посмотри в твое сердце. Может быть, ты тот человек, которому нужен Иисус. Может быть, ты тот человек, который потерял веру, которая атакует сомнения. Может быть, ты тот человек, который борешься со всеми преградами на твоем пути, и тебе кажется, что Бога нет рядом с тобой, то я хочу сказать тебе, я готов молиться с тобой, и я готов поддержать тебя, чтобы Божья уверенность и Божья любовь вошла в твое сердце. Еще раз говорю, если ты тот человек, кому нужен Иисус сегодня, просто делай шаг, просто делай шаг, можешь пройти сюда вперед, и я буду молиться вместе с тобой, и церковь Господа Иисуса Христа, все вы, церковь, будут поддерживать в этой молитве, и самое главное, в этой молитве будет участвовать Царь Царей, Господь Господствующих, Иисус, пред именем Которого преклоняется всякое колено. Пожалуйста, мы будем молиться, если ты тот человек, проходи сюда, я вместе с Иисусом ожидаю тебя здесь. Дорогой Отец, я благодарю тебя за твою неограниченную любовь, которую ты явил в Сыне твоем Иисусе Христе для каждого человека. Отец, я благодарю тебя, что Иисус Сын твой, Он взял на себя все мои грехи, грехи всего мира, грехи каждого человека в отдельности. Я благодарю тебя, что Иисус претерпел смерть за каждый грех в отдельности. И сегодня ты позволил нам, приняв жертву Иисуса Христа в свое сердце, очиститься и освободиться от всякого греха. Ты позволил, чтобы наши имена были записаны в книгу жизни, в книгу, которой никто не имеет доступа. Только ты, Агнец Божий, достоин открыть книгу эту. Только ты, Агнец Божий, достоин снять печать с этой книги. Только ты, Агнец Божий, достоин внести новых людей в эту книгу, книгу вечной жизни. Аллилуйя! Аллилуйя! Сегодня мы благодарны тебе, Иисус, мы благодарны тебе, что ты продолжаешь ходатайствовать о каждом из нас. Ты продолжаешь ходатайствовать о детях твоих, о верующих в тебя. Ты продолжаешь поддерживать, ты продолжаешь молиться, чтобы наша вера не оскудевала. Иисус, мы благодарны тебе. Иисус, мы благодарны тебе за присутствие твоего Святого Духа на этом месте, за помазанное Слово Твое, которое живо и действенно. Оно Бога вдухновенно и полезно. Благодарим тебя, что твое Слово, Господь, оно преображает наш разум, оно преображает нашу жизнь и оно преображает целые жизни и целые нации. Аллилуйя! Аллилуйя! Поклоняемся тебе, Небесный Отец, и благодарим тебя за славное присутствие твое, за твою любовь, за твою милость, за твое милосердие и за твое ходатайство. Благословляем тебя и превозносим твое имя, Бог наш. Воздаем тебе всю славу и честь от ныне и в веки вечны. Отец и святый дух. Аминь. Аминь. Грубо прославление, вы сможете еще спеть песню? Окей. Левиты, пожалуйста, поднимитесь сюда. Мы еще споем. Не забывайте, что каждую среду в 7 часов вечера у нас разбор слова. Каждую пятницу в 7 часов вечера у нас молитвенное служение. И каждое воскресенье в 11 часов мы начинаем наше воскресное служение. Если у вас нет возможности посетить какое-то из наших служений, вы можете смотреть их онлайн. То есть в самом конце здесь есть наш веб-сайт. Вы можете зайти, вы можете смотреть проповеди наши служения в записи, вы можете смотреть вживую. Пусть Бог благословит, поможет вам. И если у вас есть возможность и желание, это относится ко всем гостям. Welcome anytime to our church or family. Добро пожаловать в нашу семью, в нашу церковь. Я верю, что вы сможете найти здесь себя, если вы не относитесь или не являетесь частью никакой церкви. но если вы являетесь частью уже какой-то семьи, пусть Бог благословит вас, растите и плоды приносите там, где вы находитесь. Будьте благословены. Не есть за что благодарит Творца, Он снял с меня греховную проказу, о, пусть теперь польется без конца, хвала Ему в поэмах и рассказа. Вот почему мне хочется любить Его сильней, искренней и чищей. Мне есть за что Христа благодарить. Он не купил небес твою благословен и чищей. Вот почему мне хочется любить его сильней, искренней, чищей. Мне есть за что Христа благодарить, Христа не купил небесное жилище. Душа Душа взыла кресту не устает, где падала прощения просила, ведь Он приди мне мне руку подает, ведь Он один прибежище силам. вот почему мне хочется любить, сильней, искренней, чищей. не есть за что Христа благодарить, Он мне купил небесное жилище. Вот почему мне хочется любить, его сильней, искренней, чищей. мне есть за что Христа благодарить, мне купил небесное жилище. все от него и все к нему идет. Душа поет небесный Баркаловск придет мой дом, я ноги обниму того, кто умер на кресте Голковском. бог и бог и бог бог и бог не мне есть за что Христа благодарить, он мне купил небесное жилище. небесное жилище. Вот почему мне хочется любить, его сильней, искренней, и чищей. мне мне за что Христа благодарить, он мне купил небесное жилище. Божьего благословения вам с миром Божиим, пусть Бог хранит вас на всех ваших путях. и дай божьем дай и не дай дай и дай 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok